здравствуйте сегодня разберем тему переходных процессов ознакомимся с некоторыми понятиями и определениями переходного процесса рассмотрим законы коммутации и в конце разберем задачу переходного процесса при включении катушки на постоянное напряжение найдем закон изменения тока индуктивности классическим методом и так начнем в большинстве случаев до переходных процессов изучают все законы электрических цепей правила преобразования методы расчета которые относятся к работе электрических цепей в так называемых установившихся режимах в установившемся режиме токи и напряжение не изменяется с течением времени а если изменяется по синусоидальному закону то их амплитуда и действующее значение остаются неизменными при включении или отключении источников питания а также при включении или отключении отдельных элементов в цепи возникают переходные процессы которые можно рассматривать как переход от одного установившийся режима к другому и в течение которых токи или напряжение изменяется от первоначальных установившихся значений до значений соответствующих новому установившимся режиму любое переключение в электрической цепи называют коммутации коммутацию на схемах изображают действием над ключом считается что коммутация происходит мгновенно но переходной процесс занимает некоторое время время необходимое для перехода цепи из одного установившегося режима в другой связано с изменением энергии на накапливающейся в элементах схемы энергия мгновенно измениться не может иначе получили бы систему бесконечно большой мощности которые в природе не существует мы знаем что энергия накапливается в реактивных элементах электрической в конденсаторе магнитная в катушке что отсюда следует а то что переходные процессы могут быть только в цепях содержащих накопители энергии то есть индуктивные и емкостные элементы рассмотрим примеры простейших схем содержащих индуктивность или емкость схеме из катушка в схеме а до замыкания ключа ток в цепи и напряжение на катушке и резисторе были равны нулю после замыкания в течение некоторого времени ток будет нарастать от 0 до некоторого установившегося значения и по второму закону киргофа данную схему можно описать следующим уравнением у равняется и r плюс ld и pdt где и r это падение напряжения на резистивном элементе ld и pdt это падение напряжения на индуктивном элементе из этого уравнения следует что ток не может измениться мгновенно если бы ток изменился за бесконечно малый промежуток времени на какую-то конечную величину то напряжение на индуктивности было бы бесконечно большим что собственно противоречит второму закону киргофа отсюда следует первый закон коммутации ток в индуктивности не может меняться скачком поэтому мгновенное значение тока в ветви с индуктивностью в первый момент времени переходного процесса остается таким же каким было в последний момент до коммутации и первый закон коммутации записывается в виде и l0 минус равняется и l0 плюс где и l0 минус это ток который был до коммутации а и l0 плюс это ток в цепи в первый момент времени переходного процесса после замыкания ключа в схеме с конденсатором в схеме b до замыкания ключа ток в цепи и напряжение на конденсаторе и резисторе были равны нулю после замыкания ключа в течение некоторого времени конденсатор будет заряжаться напряжение на нем будет нарастать от нуля до некоторого установившие все значения и по второму закону киргофа для данной схемы можно записать следующее уравнение мы знаем что ток который будет протекать через конденсатор записывается в виде и c равняется c dc по dt и если вот этот ток подставить уравнение второго закона киргофа для данной схемы у равняется у c где у c напряжение на конденсаторе соответственно и теперь мы запишем падение напряжения на резистивном элементе то есть r на и r умножить на и c d у c по dt из этого уравнения следует что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно если бы оно изменилось за бесконечно малый промежуток времени на конечную величину то производная была бы бесконечно большой вот эта вот часть стремилась бы бесконечности что собственно противоречит второму закону киргофа отсюда следует второй закон коммутации напряжение на конденсаторе не может измениться скачком поэтому мгновенное значение напряжения на емкости в первый момент времени переходного процесса остается таким же каким было до коммутации то бишь в последний момент предшествующего установившегося режима второй закон коммутации записывается так у c 0 минус равняется у c 0 плюс давайте рассмотрим общий порядок расчета переходных процессов как правило известными параметрами известными величинами считается эдс или напряжение источников и номиналы входящих в систему сопротивления индуктивности емкости они известными токи и напряжения для независимых переменных составляются дифференциальные уравнения по законам киргофа но тут еще можно добавить что для независимых переменных или скажем так для нахождения независимых переменных можно пользоваться законами коммутации независимыми переменными являются величины которые не могут измениться скачком это ток индуктивности и напряжение емкости есть еще такое понятие как принужденная составляющая этот ток в ветви или напряжение на элементе в установившемся режиме после коммутации то есть мы замыкаем ключ начинается переходной процесс затем он заканчивается и устанавливается новый режим таким образом для определения принужденной составляющей применяет любые методы расчета электрических цепей в после коммутационном установившемся режиме ключ замкнули переходной процесс начался затем он закончился и установился какой-то новый режим и вот в этом режиме да где у нас катушка превратится в короткое замыкание допустим ток и l у нас будет равняться просто у делить на r но сейчас мы на примере это все увидим если рассмотреть конкретный случай например вот в схеме ада с катушкой чему будет равна тут принужденная составляющая тока индуктивности давайте посмотрим замыкаем ключ переходной процесс начался закончился и установился новый режим на постоянном токе катушка после того как зарядилась представит короткое замыкание то есть катушку можно заменить просто отрезком проволоки на которой не будет напряжения схему с катушка можно представить в следующем виде легко видеть что в схеме присутствует только источник напряжения и резистор ток запишется в виде и l принужденная равняется у делить на r вот это и есть принужденная составляющая тока индуктивности есть еще такое понятие как свободная составляющая давайте разберем по порядку общее решение по своей физической сути определяет электромагнитные процессы происходящие в электрической цепи при отсутствии источников энергии если в цепи в момент коммутации изменились запасы электромагнитной энергии то в отсутствии источников эта энергия не будет пополняться но будет рассеиваться на резистивных элементах то есть электрическая энергия будет преобразовываться в тепловую поэтому токи и напряжение в конечном итоге при т равном бесконечности будут стремиться к нулю эти составляющие по своему характеру не зависят от внешних источников и называются свободными составляющими допустим при действительном корне или действительных корнях решение для свободной составляющей тока ищется в виде акт1 на еп1т плюс акт2 на еп2т плюс и так далее актн на епнт это постоянные интегрирования которые определяются с использованием законов коммутации и независимых начальных условий независимыми начальными условиями называют значение независимых переменных в первый момент после коммутации ну и в конце давайте рассмотрим переходные процессы при включении катушки индуктивности на постоянное напряжение то есть произведем расчет данной схемы найдем закон изменения тока индуктивности запишем для этой схемы уравнение по второму закону киргофа для независимой переменной для тока уравняется и r плюс ld и по dt пусть это будет у нас первое уравнение будем искать решение этого уравнения в виде суммы общего и частного решения то есть в виде суммы свободной и принужденной составляющих и от будет равняться и принужденная плюс и свободная находим принужденную составляющую в после коммутационном установившемся режиме по закону ома то есть принужденная составляющая тока это та величина тока которая будет в установившемся режиме после коммутации ключ и замкнут переходной процессы закончился и установился новый режим и вот принужденная составляющая это как раз тот ток который будет вот в этом новом установившемся режиме давайте посмотрим чему будет равна принужденная составляющая тока в данной цепи на постоянном токе сопротивление катушки будет стремиться к нулю и если записать выражение для токов после коммутационном установившемся режиме то будет так и принужденное равняется у поделить на z общее это общее сопротивление цепи здесь у нас сопротивление индуктивности и сопротивление резистора так у оставляем а здесь мы запишем так r плюс g омега l g это мнимая единица корень из минус единица омега угловая частота l индуктивность вторая формула на постоянном токе частота равняется нулю и следовательно угловая частота также будет равняться нулю потому что формула для угловой частоты это 2 p f раз частота нулю значит и угловая частота будет равняться нулю и если мы подставим вместо угловой частоты 0 формулу 2 до и ток цепи в установившемся после коммутационном режиме будет равняться просто у делить на r давайте так чтобы было все более понятно сразу будем работать с числами пусть у нас напряжение на входе 80 вольт резистор 40 ом индуктивность 01 генри и тогда и принужденное в данной цепи это у на r или 80 на 40 2 ампера теперь мы знаем что величина тока в установившемся режиме будет равняться 2 ампером следующим шагом запишем выражение для свободной составляющей и свободное равняется а на е поэты где а это постоянное интегрирование п это корень характеристического уравнения для нахождения корня надо составить характеристическое уравнение его можно составить двумя способами первый способ значит зануляем источник и записываем второй закон киргофа для данной цепи значит и r падение напряжения на резисторе плюс падение напряжения на индуктивности это ldi по dt равняется нулю делаем замену дп дт заменяем на п тогда значит получится и r плюс лп и равняется нулю делим значит все на и r плюс пл равняется нулю дп у нас равняется минус р поделить на л подставляем числа 40 делить на одну десятую с минусом на или минус 400 или второй способ запишем выражение для полного сопротивления и приравняем его к нулю зета g омега это общее сопротивление цепи и равняется последовательно соединенной сопротивления резистора и индуктивности g омега заменяем на п и получаем так пл плюс р равняется нулю или п равняется минус р поделить на л минус 400 тогда свободная составляющая тока запишется в виде и свободное равняется а на е б т или а на е минус 400 т и последнее что нам остается это найти постоянную интегрирование найти а постоянное интегрирование а находим основываясь на независимых начальных условиях и законах коммутации значит до включения до включения цепи тока в ней не было то есть и 0 минус равняется 0 это ток коммутации да то есть этот ток который был до того как мы замкнули ключ и согласно первому закону коммутации момент времени ты 0 плюс и 0 минус равняется и 0 плюс равняется 0 тогда и а ты равняется и принужденная плюс и свободная подставляем числа принужденная у нас 2 ампера плюс свободная составляющая это а на е минус 400 т теперь чтобы найти постоянное интегрирование мы подставляем выражение для тока момент времени 0 плюс то есть при т 0 плюс и от 0 плюс равняется значит 2 плюс а что сюда мы 0 подставляем 0 на 400 будет 0 и в степени 0 это единица единица на а будет просто а вот эта вот часть у нас равняется нулю следовательно а равняется минус 2 в конечном итоге решение запишется в виде и от равняется и принужденная плюс и свободная или 2 минус 2 на е минус 400 т ампер это и есть ответ то есть закон изменения тока индуктивности если изобразить это на графике то получится примерно так есть у нас ток в амперах и время в секундах значит момент времени т 0 плюс ток в цепи у нас равнялся нулю значит в установившемся режиме в после коммутационном ток у нас получается равняется 2 ампером здесь пусть будет где-то у нас 2 ампера ну и тогда график можно изобразить так примерно переходной процесс будет длиться до момента времени примерно 5 то у от 3 до 5 то у момент времени т 0 плюс тока в цепи не было поэтому кривая наш начинается с момента времени 0 в установившемся режиме величина тока равняется 2 ампером следовательно ток наш будет меняться от 0 до 2 ампер здесь через tau обозначим величину обратную корню характеристического уравнения и имеющие противоположный знак то есть tau равняется минус единица делить на p или для нашей схемы а это будет l поделить на r эта величина называется постоянные времени переходного процесса и характеризует скорость изменения тока во время переходного процесса количественно она равна времени в течение которого ток изменяется в е раз то есть в 2,8 раз теоретически переходной процесс длится бесконечно долго практически считается что переходной процесс заканчивается за время т равном от 3 до 5 tau длительность переходного процесса определяется только структурой и параметрами электрической цепи ну и в самом конце давайте найдем закон изменения напряжения на индуктивности значит у l это ld и dt и закон изменения тока мы только что нашли если подставим числа здесь у нас 01 и берем производную от нашего тока по времени то есть 2 минус 2 на е минус 400t ну вот так запишу равняется значит 01 умножить на производная от константы 0 здесь у у нас минус 2 будет минус 400 постоянно тоже сюда спустится минус 400 на е минус 400t или минус 2 на минус 400 это 800 800 на 0 1 это 80 на е минус 400t и окончательно запишем у l от t равняется 80 на е минус 400t если изобразить это на рисунке у l значит до коммутации напряжение на катушке у нас равнялось нулю примерно будет вот тогда красную ручку сделаем в момент времени t0 плюс напряжение у нас скакнет до 80 вольт ну и дальше будет у нас убывать ну что ж на этом все если будут вопросы по данной теме пишите постараюсь помочь спасибо за внимание